С вами, как всегда, по понедельникам передача «Глобальная сеть» и я, ее ведущий, Димбагант Магомидов. В эфире 35 выпуск. И прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» – газета для думающих людей. Кратковременный сильный дождь с градом выпал накануне. Поток грязи и воды пронесся по центральной улице села Нижнее Инхо, снося все на своем пути. Очень непростая ситуация сложилась и в Цумадинском районе. О том, как это было, мы узнаем из комментариев в социальных сетях. По поводу произошедшего свое мнение высказал Гаджи Асланов. 10 мая в Цумтинском районе Дагестана выпало большое количество осадков. Из-за дождей в горах размыты дороги, местами упали электрические столбы. Кроме размытия дорог из-за селевых потоков, на дорогах произошли камнепады. Как сообщил источник Риайзербент, в Цумтинском районе из-за обвала электрического столба в районе Шауринской подстанции без света осталась большая часть района, кроме Шауринского и Гидеринского сельсовета. По словам ЦЭСского общественника Мухаммада Дидойского, на восстановление электроснабжения выехала ремонтная группа из Гиргебельского района. Пользовательница социальных сетей под ником Саидова Индира поделилась своей информацией. Цунтинский район изолирован из-за размытия дорог не только с приграничным Цумадинским и Бештинским участком, но пострадали и межсельские дороги Кедыры-Мукок, Цебари-Мукок, Шапих-Цебари. Цмыт – один из мостов, связывающих район с остальным Дагестаном. По словам местных жителей, в этой связи районная администрация порекомендовала местным жителям пока что воздержаться от поездок даже внутри района. Написал пользователь Закир Гаджимагамидов. Похожий природный катаклизм случился 8 мая в селе Нижний Инхо Гумбетовского района Республики Дагестан, где из-за ливня по селу прошлись селевые потоки, которые смывали за собой даже автомобили. По прогнозу погоды, дождливая погода в Нижнем Инхо продолжилась еще неделю. Делит сомнением Далгат Исаев. Потоки унесли в реку Андийская Кайсу пять припаркованных легковых автомобилей, которые стояли на центральной улице. Инцидент произошел вечером 9 мая. Среди людей в результате схода селя никто не пострадал. К ликвидации последствий непогоды были привлечены 13 человек и 6 единиц техники. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, что дорога в селе превратилась в бурную реку. Сильный поток в перемешку с грязью и вырванными с корнем деревьями несется вниз прямо по улице населенного пункта. На других кадрах видно, как люди пытаются спасти автомобиль марки УАЗ от разыгравшейся стихии. Написая свое мнение Айшат Исланова, обрушившиеся на район ливневые дожди с градом нанесли урону сельскому хозяйству. В четырех селах Гумбетовского района Дагестана пострадали около 150 гектар многолетних насаждений. Погибло 50 голов крупного рогатого скота. Если учесть, что этот район является традиционной жительницей республики, там собирает один из лучших урожаев Косточковых, то полный урон от стихии подсчитать очень трудно. Пишет пользователь Курбан Аскеров. Напомним, сход селей в горах Дагестана не является редкостью. Порой они приводят к трагическим последствиям. 5 июля 2018 года в Гунипском районе республики грязевой поток смыл с трассы автомобиль ВАЗ-21099, в котором находилась семья из трех человек. Все они, двухлетний мальчик, 18-летний парень и 55-летняя женщина, были найдены погибшими. Поэтому нужно следить за прогнозом погоды и быть в курсе опасных участков автодорог. По мнению Сулеймана Рабаданова, ситуация выглядит таким образом. На Дагестан обрушились ливневые дожди с градом, которые закончились ходом селя в горах. Переворачивающиеся, как спичечные коробки машины, домашняя скотина, унесенная в потоках воды и грязи. Это просто чудо, что никто из людей не погиб. Зато серьезно пострадали села Нижнее и Верхнее Инхо, Килятли, Читли, Гумбетовского района республики. Дорогу к ним полностью размылом. И жители сейчас сами пытаются как-то восстановить связь с миром. За всегда-то из социальных сетей Али Амаргаджиев написал следующее. Были ураганы, ливни, но такого никогда не было. Часа через два отец скинул мне смс, где показывал, как он в нашем дворе набирает круглый град в глубокую тарелку. Многие соседи после ливня вышли на улицу, спокойно снимали видео, обсуждая случившееся. И уж точно никто не ожидал, что бах и еще с гор сель сойдет. Пользователь под ником Шамиль Ибрагимов поделился своим мнением. Люди не погибли, потому что находились рядом со своими домами. Удалось вовремя убежать, спрятаться. Но стоявшие по дворам машины унесло. Мотоциклы, мотоблоки, оборудование для строительства поломано. Чья-то домашняя скотина вырвалась и смогла спастись, а у других коров подхватила потоком. Есть сельчане, у которых дом теперь нужно полностью сносить и отстраивать заново. Стены и кровля пострадали у многих. И кто бы мог подумать, что праздничные дни у нас обойдутся без происшествий. Кого, наехавшая на празднование 9 мая, вдруг столкнулась с неожиданным препятствием? Внимание на экран. Машина, наехавшая на инфляции, эхи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Своим мнением поделился Гасан Магомедов Машины ехали на Парад Победы Всего-то-навсего нужно было не перегружать путь Он опасен для общества Вы представляете, что будет в Дагестане И во что он превратится, если каждый будет махать в кулаками? Я не говорю о великом празднике На котором чтят память миллионов погибших солдат Отдавших свою жизнь, чтобы вот такие вот дебилы Драку учиняли Потому что его высочество попросили немного отъехать в сторону Позорище Эльмира Муслимова по этому поводу написала следующее Из выложенного видео ничего не понятно Стоит черная Приора И сзади подкатывает старая Волга Выходит водитель Волги И что-то говорит водителю Приоры О чем речь? Где Приора перекрыла движение? На этом перекрестке 24 часа в сутки пробки Там кроме Приоры масса машин стоит И ничего Почему вообще водитель Волги вышел И начал что-то говорить? Явно видно с вызовом Эту новость продолжает завсегдатая виртуальных дебри Руслан Гаджиев Правильно сделали, что впаяли Саиду Османову 3 года Другим спортсменам неповадно будет Моего 5-летнего сына тренер учит, что драться можно только в поединке Что никогда нельзя затевать драку Если вы тут опять, как и принято в Дагестане, приплетете религию То по исламу бить человека в лицо большой грех Этому парню нет никакого оправдания Такие как он позорят Дагестан Поступки таких как он нужно пресекать на корню Невоспитанный и безнравственный Я остался в стороне дискуссии Исаа Гамзатов Про случай в Калмыкии слов невозможно подобрать Чтобы выразить свое презрение Вы бы такой бунт затеяли, если бы мечеть кто-то ворвался и пытался осквернить В Дагестане девушку избили только потому, что она заглянула в мечеть в неподобающем виде А там религия и вера людей, которые живут на своей земле И не лезут туда, куда не нужно Альдер Атлуханов по этому поводу написал следующее Не вините его Это новое поколение молодежи, которое воспитано в российских школах Будьте уверены, что подобного рода популизм среди молодежи приветствуется И ими это никак не осуждается Он обязательно еще что-нибудь сделает А те псевдопатриоты, которые его сегодня ругают Сами вчера были причиной воспитания такого поколения молодежи Поделился своим мнением Рашид Саидов А при чем тут школа? В школе должны учить А воспитанием своих детей должны заниматься сами родители Родители виноваты, что сделали своих детей такими идиотами невоспитанными Которые не знают, как себя вести Нет уважения у них к взрослым Какие-то беспредельщики Так, дорогие друзья Все вы там насмотрели всяких роликов На улице там Потасовка машины и так далее И он там был, и он там был Вот Вот это все всякие провокаторы Там не надейтесь Никакой стрельбы нету Ничего нету И так далее Это тоже молодой спортсмен Это тоже молодой спортсмен Ну, получилось, получилось Обменялись ударами Все Может быть, это я хорошо встал Очень надеюсь, что через год-через два Будут встречаться и друг другу еще плечо подборят Только не в драках А буду стараться, чтобы вообще драка не было Буду настоящими друзьями А вот у Ильмира Иминовой тоже своя точка зрения Маслят, наверное, правильно Но это не поможет, если у спортсмена понты выше крыши Он же прекрасно знает, что им нельзя наносить отработанные удары Здоровья много, мозгов мало, воспитания и того меньше Про Розу будет рассказывать и Розмана не пропускать А когда нужно проявить терпение Тут же рога включают Нет проку от этого примирения Потому что Саид Османов снова сделает то же самое И один раз нарвется на такого же, как и он И кончится для него это очень печально На что ответил Багаудин Салманов Не согласен во многом с автором Надо и защищать своих И надо ругать и ставить на место Когда они себя ведут по-плохому Вел он себя в обоих случаях Не по горским обычаям и традициям Должен отвечать за свои поступки по закону Двойная мораль губительно влияет на нас всех Если свой, то начинаем оправдывать Ошибся, с кем не бывает Все мы не без греха, молодой еще и так далее и тому подобное Если чужой, то сразу топим Подход должен быть один Неотвратимость наказания за содеянное по закону преступление Только тогда мы воспитаем ответственных за свои действия И настоящих граждан и мужчин Пользователь социальных сетей Абдулкадыр Идрисов написал следующее Что-то не вижу дагестанцев Которые подняли бы голос за недавно убитого в Калмыкии дагестанца И с инцидентом с Буддой тоже дело пошло После того, как руководство Дагестана подключилось Вот тогда и пошла волна якобы негатива В том случае шум подняли из-за того, что был спортсмен А недавно нагло убили проезжающего нашего земляка И ничего, тишина кругом Лицемерие, которому нет границ Итог дискуссии резюмировал пользователь Гамзат Саидов Есть видео, где уже замаслятели Типа один молодой спортсмен и второй спортсмен Ну что получилось то, что получилось А вот меня больше всего возмущает это отношение дагов ко всему Типа получалось и еще раз получилось Ну и что, что они спортсмены Что, спортсменам все можно что ли? Я всю жизнь боксом занимаюсь, но еще никого не ударил Вне зала, вне ринга А ведь я могу так ударить Что у этих борцов тошнота всю жизнь не пройдет Это безнаказанное отношение Эти идиотские масляты вымораживают Его надо хорошенько наказать Я считаю Там, перед калмыками, извинился А тот борщит по полной программе 11 мая в Махачкале прошла акция В которой участвовали сотрудники ДПС На кадрах, распространенных в сети Сотрудники правопорядка останавливали проезжающие в потоке автомобили И раздавали водителям финики и воду Что по этому поводу писали пользователи виртуальных дебрей Предлагаем вам узнать прямо сейчас Пользователь Рустам Абдурахманов написал следующее Неожиданно приятная новость Молодцы Сегодня на самых оживленных переклестках города Махачкалы И на федеральной автодороге Кавказ Сотрудники госавтоинспекции Республики Дагестан Организовали благотворительную акцию Для автомобилистов и их спутников Ифтар в пути Незадолго до завершения поста И наступления времени разговения Инспектора ДПС раздавали воду и финики Для тех, кто не успел на Ифтар А провели его открытие в пути Пишет активная участница социальных сетей Амина Гадисова Многие люди относятся к этой акции С таким скепсисом по одной простой причине Все, что до сих пор происходило В отношениях простых граждан и ГИБДД Очень трудно воспринимать как добрые намерения Потому что люди не верят в то, что это садака на халяльные деньги Нет такого автолюбителя в республике Который не проходил бы через вымогательство В Дагестане есть честные гаишники Но их мы замечаем гораздо реже Пользователь Зухраб Магомаев по этому поводу написал Ежегодно в Дагестане в месяц Рамадан Представители благотворительных фондов Молодежных организаций и просто обычные люди По вечерам раздают людям, сидящим в общественном транспорте Водителям проезжающих машин Воду и финики В этом году эту добрую традицию Решили поддержать и сотрудники дагестанской полиции Ничего в этом необычного нет Я считаю, что это правильный посыл И таких акций должно быть больше Эту же тему продолжил пользователь под ником Мудрый Вот я читаю негативные комментарии по этому поводу И думаю, что это уже диагноз Если и хорошие деяния пытаются очернить А я скажу спасибо всем принимавшим участие И тем, кому в голову пришла такая богоугодная мысль Если это милостыня садака И благие намерения за счет собственных средств То почему человек в погонах этого не может сделать? Своё мнение написал Ильдар Яхьяев По себе судите и не больше Если вы сами были бы хорошими И к вам относились бы хорошо Так как вы сами недобрые люди То и к вам относятся соответствующие Вы умудряетесь и в такой месяц Оскорбляться трудников Каждый перед Всевышним ответит сам за свои грехи Вместо того, чтобы сидеть и писать такие комментарии Сами вышли бы и что-то благое сделали вы Пользователь Али Алиев написал по этому поводу следующее Я тоже считаю, что очень правильная мера Наши ГАИшники каждый день сталкиваются с массой негативов в свой адрес Пусть хотя бы иногда они видят еще и благодарность от людей Может им самим это так понравится, что они станут добрее Кстати, это точно так же касается и водителей Они от ГАИшников ничем не отличаются Все негативное, что они говорят о людях в форме Можно точно так же сказать и про них Не остался в стороне от дискуссий и юзер Рамазан Керимов Говорите, они плохие, а вы чем лучше? Когда сами нарушаете, потом таким же сотрудникам звоните и просите, чтобы отпустили вас Они от души делают это, раздают воду, финики, а вы говорите показуха Сами что делаете хоть в такой месяц, кроме как сплетни разносить? По мнению завсегдата социальных сетей Дианы Гасановой Вот мы с мужем ехали и нам дали на посту воду и финики в Хасаверте Нам было приятно, и мы видели, что в форме стояли люди, которые выполняют свою работу Мы были в дороге очень уставшими и немного доброжелательности и внимания от незнакомых людей Нам было очень приятно Лично я им очень благодарна Не отреагировать на этот пост юзеры просто не могли Публикация о том, как молодая женщина, которая почувствовала себя плохо, вызвала скорую Но скорая так и не приехала Врачи просто не захотели искать названный адрес И тут началось Комменты посыпались, как из урога изобилия Саида Исмаилова написала следующий пост Мне 34, занимаюсь спортом, слежу за питанием Проблем со здоровьем не было, но Сегодня 18.05 вызвала скорую себе В 19.05 перезваниваю узнать, когда будут Ответили, что машина выехала Позвонила сестре Она врач, живет в Калининграде Опросила меня во избежание чего-либо страшного, типа инсульта Через полтора часа звоню вновь Машины нет Ваш дом не нашли, был ответ И машина уехала На мой номер звонков от машины скорой не поступало Сейчас 19.47 Мне по-прежнему плохо Вызвала скорую через 112 Я в курсе, что в Даге машин скорой Два раза меньше, чем отчитывается перед Москвой Сейчас только пришла мысль вызвать частную коммерческую скорую И это влетит мне в хорошую копеечку Эту тему продолжает Ахмед Гамзатов Он считает, что не важно, сколько машин скорой Они должны приезжать вовремя Ваше право на качественную медицинскую помощь Закреплено в законе И там нет условия, если машин достаточно Напишите заявление Если не знаете как, обратитесь в группу на фейсбуке Которую называется За всегда-то Мухаммад Расулов высказался по этому поводу То, что приедут, еще вовсе не означает Что получите квалифицированную помощь Если они дом найти не могут Если они не могут набрать номер вашего телефона Если у них нет желания даже спрашивать у людей Это не врачи, это обычные живодеры Только в белых халатах И такие истории по Махачкале не редкость Черствость наших людей просто запредельна И месяц Рамадан вообще никак на это не влияет В диалог вступил юзер Запир Идрисов Такие истории в Махачкале не редкость Я вызывал скорую, она долго не ехала Когда перезвонил, то мне сказали, что она уже 40 минут стоит у моего подъезда Я спросил у диспетчеров, почему они не звонят нам, что они приехали На этом мне ответили, что работники скорой не хотят тратиться на телефонные переговоры со мной У них вроде и так низкая зарплата У меня было давление за 200 А помощь была совсем рядом Но они даже пальцем не пошевелили, чтобы облегчить мои страдания Должны такие люди работать на скорой? Я думаю, нет Своим мнением поделилась пользовательница под ником Сердце Гор Это не только в Махачкале такое, но и в Московской области Два часа ехала скорая Они спрашивают информацию о пациенте и решают, кому быстрее надо К детям приезжают действительно быстро, а к остальным по-разному Но описанные здесь случаи из Дагестана совсем фигающие Джахпар Гасанов по этому поводу написал следующее Что бы ни приехали, такого не было, честно говоря Однако замечают тенденцию, что врачи скорой помощи говорят У нас указания не укладывать в больницу Человек с серьезной болезнью, а ему обезболивающие со словами все что могу И к медицине это не имеет никакого отношения Здесь обычное чиновничье Даговское хамство Ньюзер Амир Парнаев по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию Вроде недавно получили новые кареты скорой помощи А результат такой, как будто пополнения и не было Про месяц Рамадан сейчас вообще писать не буду Такой месяц даже неверующие становятся добрее А про врачей и говорить не стоит Сам Бог велел Но некоторые из них экономят на наших жизнях Им так выгоднее Пользователь Мурат Махачев также поделился своим мнением Это не всегда так Мне всегда перезванивали и уточняли какой дом, какая улица Были перепутаны номера у нас на улице по всей длине Так вот, мне звонили Но сейчас ведь у всех есть сотовые телефоны Это же не проблема связаться с человеком и найти его Генеральный директор аэропорта Махачковы Арсен Пермагомедов Заместитель мэра израильского города Хадера Натан Левиев И депутат городского собрания израильского города Сдерот Хава Нахшунова Заключили договор о сотрудничестве Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дербента Пользователь Салих Шабанов по этому поводу поделился своей информацией Документ подтверждает намерение сторон в содействии организации открытия новых международных направлений воздушного сообщения из Израиля в аэропорт Махачкалы Технические условия и иные параметры открываемых новых направлений будут согласованы в будущем Пишет пользователь социальных сетей Абду Магдиев Аэропорт при этом обязуется предоставить скидки на обслуживание рейсов А также оказать содействие в рамках существующего законодательства для включения этих направлений в число субсидированных Израильская же сторона своей подписью подтвердила обязательство рассмотреть перечень наиболее перспективных направлений для аэропорта дагестанской столицы А также обратиться в Министерство транспорта своей страны с просьбой рассмотреть возможное открытие авиасообщения между Махачкалой и Тель-Авивом Продолжил разговор на эту тему Шамиль Диберов. Напомним, первая идея такого соглашения и возможности открытия прямого авиасообщения между городами была озвучена на встрече главы Дербента Хизрия Бакарова и заместителя мэра Хадеры Натана Левиева Накануне празднования Дня Победы Делегацию из Израиля Хизрия Бакаров пригласил для участия в праздничных мероприятиях Дербент и Хадера с 2006 года являются городами-побратимами 15 тысяч из 105 тысяч жителей Хадеры являются выходцами из самого древнего города России Написала обитательница виртуальных дебрей Сара Абрамова Ну наконец-то проблема сдвинулась с мертвой точки Уже давно мечтаю, чтобы Дагестан и Израиль связал прямой авиарейс Я в числе остальных 15 тысяч представителей еврейского народа покинула Дагестан еще в лихие 90-е, перестройка, спад экономики и повышение уровня преступности в те годы Но я скучаю по Дагестану, у меня там остались мои друзья, одноклассники, однокурсники и просто добрые соседи, с которыми мы очень крепко дружили Надеюсь, что в скором времени я смогу повидаться со всеми Пишет Амар Гаджиев Мэр израильского города так и сказал Несмотря на то, что нас разделяет большое расстояние дружеские связи сближают наши города Очень многие уроженцы Дербента, которые живут в Хадере приезжают в свой родной город но делать им это сложно из-за того, что нет прямого авиасообщения Было бы хорошо, если бы люди могли добраться из Израиля в Дагестан без пересадок Это еще больше сплотило бы наши народы И люди бы легко приезжали в Дербент посещать родные улицы иудейские кладбища, где похоронены их близкие Ну как-то так По мнению Гадиса Исмаева Ранее сообщалось о возобновлении прямых авиарейсов между Махачкавой и Турецким Стамбулом прекратившихся в ноябре 2018 года из-за финансовых проблем перевозчика Перелеты осуществляются самолетами Аэрбаз А320 Два раза в неделю, по четвергам и воскресенью В апреле прямое авиасообщение связало Махачкаву с еще одним турецким городом Анталией Рейсы на воздушном судне Boeing 737-800 выполняются по воскресеньям Кроме того, в третьей декаде июня 2019 года из Махачкавы начнут летать самолеты и в Тбилиси Рейсы будут совершаться три раза в неделю, по пятницам, субботам и воскресеньям Это обсуждение дополняет юзер Джамиля Гамзат Договор об этом подписали гендиректор Махачкалинского аэропорта Арсен Перамагомедов А также представители властей израильских городов Хедера и Стерот Сообщили 13 мая в прислужбе мэрии дагестанского Дербента Израильская сторона, согласно документу, рассмотрит перечень наиболее перспективных направлений для полетов из аэропорта Махачкалы В том числе в Тель-Авив Дагестанский аэропорт, в свою очередь, обещает предоставить скидки на отслуживание рейсов И оказать содействие для включения этих направлений в число субсидирований Пишет пользователь Одинокий Пастух Делегация прибыла в Дагестан по приглашению руководителя администрации города Дербент Документ о сотрудничестве между городами был подписан еще 8 января 2006 года Дербент и Хадера обменивались делегациями Гости из Израиля принимали участие в праздновании юбилея Дербента Периодически Дербент посещает группы израильских туристов-уроженцев Дагестана Которые переехали в Израиль много лет назад Они приезжают навестить своих родственников Заместитель мэра Хадеры Натан Левиев отметил, что население города на 2019 год составляет 105 тысяч человек Из них 15 тысяч выходцы из нашего дагестанского Дербента Дагестанский боец Магомед Магомед Керимов начал с победы в новом сезоне Лиги ПФЛ Ну и естественно, что его победе радовались дагестанские пользователи социальных сетей Пользователь Шарик Исмаилов по этому поводу написал следующее Наш дагестанский спортсмен Магомед Магомед Керимов начал свой сезон с победы над американским бойцом Джоном Ховардом В этом году он борется в бойцовской лиге ПФЛ Бой состоялся в Нью-Йорке Стоит отметить, что действующий обладатель пояса в полусреднем весе Магомед Керимов завершил бой досрочно В конце первого раунда, имея солидное преимущество над соперником в партере, провел удушающий прием и заставил американца сдаться Эту новость дополнил Магомед Пахрудинов Напомним, что эта победа стала для 29-летнего Магомеда Керимова 24-й в карьере И при этом не проигрывает на протяжении 4-х лет Добавим, что в нынешнем сезоне размер гонорара за победу в чемпионате Лиги также составляет 1 миллион долларов Другой дагестанский боец Гамзатхира Магомедов, к сожалению, свой бой проиграл, уступив Глейка Франку, который провел против него удушающий прием По мнению завсегдатая социальных сетей Тимура Залимова Честно говоря, я читаю комментарии и вижу одну неточность Турнир на самом деле проходил в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, США На арене Нассао Ветеранс Мемориал Колизеум Главным событием вчера стал бой Кайла Харрисона против Лариса Пачеков Бой нашего земляка был со главным поединком Понятно, что после Хабиба к дагестанцам повышенное внимание Но Магомед Керим пока не Хабиб Своим мнением поделился Аслан Будаев Бой проходил в полусреднем весе Хорошо, что досрочно, а то бы засудили в наглую, как Рашида Магомедова и Максима Гришина Для меня очевидно, что судейство ПФЛ полное дно Бой прошел красиво, без понтов, без лишних движений и ненужных чанда-хабаров Которыми в последнее время отличаются подобные виды развлечений Пишет пользователь Аслан Дагаев Красава, что лям забрал Дагестанцы на эти бои ездят уже как на шабашку И дерутся хорошо, и на ринге не тянут время, не резинят И выступают с удовольствием А вообще не перестают удивлять дагестанцы В единоборствах им равных нет, однозначно С точки зрения юзера Гусейна Даудова, по 5-10 лет занимаются и не могут попасть в голову соперника По моему мнению, это был не скучный бой, хотя и нахождение в партере казалось несколько затянутым А так, мои поздравления Написал пользователь Мансур Дагаев С удовольствием посмотрел, как наш спортсмен спустил с небес надменного соперника с косичками На месте Магомеда не то, что руку этому хаму не пожал бы после боя, а еще и в лицо бы плюнул Зачем проявлять спортивное поведение в отношении бойцов, которые перед началом поединка демонстративно игнорируют рукопожатие Показывая, мол, такой я вот, бояка, до смерти биться вышел Что же ты тогда в захвате не сдох? Ты же до смерти биться выходил А за флаг Дагестана лайк Пользователь Сулик Кадыров дополнил это обсуждение следующим комментарием Получил он 67 миллионов рублей И я бы забил на этот варварский ММА и наслаждался бы после этого жизнью Получая дивиденды с этой суммой В России это большие деньги И плевать, что соперник после боя отказался подавать руку Главное, все увидели, кто ты на самом деле Как ты победил Мои поздравления Магомеду Ну а на этом, пожалуй, все Это был 35-й выпуск проекта «Глобальная сеть» и вел его я, Димбаган Магомедов Спасибо всем, кто смотрел нас в эфире телеканала РГБК и на нашем YouTube-канале Увидимся на следующей неделе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин